Привет, друзья! С вами Илья Розевич и передача Тайны Жизни. Сегодня у нас в гостях снова Екатерина Мамина. И сегодня мы поговорим уже не про регрессии, как в прошлый раз, а про путешествия. А точнее про духовный рост путешествия. Тоже такая интересная тема. Скажи, пожалуйста, с чего начать, что такого важного вообще для себя, как для души, да, ты считаешь, что ты обрела в путешествиях? Ты знаешь, кстати говоря, хотелось бы напомнить, что первое наше интервью было как раз тоже про путешествия. И оно было до того, как я предприняла, наверное, первое настоящее путешествие в моей жизни. Потому что для меня путешествия обычно бывают связаны с неизвестностью. Это приключение. Понимаете, приключение это то, где ты просто сталкиваешься лицом к лицам к миру. То есть ты сталкиваешься лицом к лицу с неизвестным чем-то, да? Да, да, да. Собственно говоря, это мое первое настоящее путешествие. Оно началось с того, что все пошло совершенно не так, как я планировала. То есть я планировала путешествовать с одним человеком, потом в результате оказалось, что все вообще не так, как я себе планировала. И для меня это было достаточно сложно принять. Потому что обычно я была человеком, которому нужен план, все должно быть распланировано, все должно быть четко, ясно, понятно. А тут неизвестность, непонятно, как дальше жить вообще, что дальше делать. И тут, получается, остается только два варианта. Либо жаловаться, о боже мой, за что мне все это, и почему же у меня ничего не складывается. Или вдохнуть, выдохнуть, посчитать про себя до десяти. Подумать, ну хорошо, начинается самое интересное. Посмотрим мир, посмотрим, что ты мне приготовил. Давай танцевать, давай играть. Так, а что у тебя случилось-то такого? Мне пришлось путешествовать совершенно не с теми людьми, с кем я планировала. У меня сорвались совершенно все планы по моим передвижениям. И приходилось действовать в условиях неопределенности, в условиях полной спонтанности. Но оно интересно, понимаешь? Это многому меня научило. Например, открытости. Потому что именно в путешествии у тебя просто нет выбора, кроме как открыться миру и открыться тому, что он несет. Это все очень сложно, на самом деле. Это те принципы, которых сложно придерживаться в обыденной жизни, опять же. Когда у тебя жизнь состоит, там, работа, дом, работа, дом. Не знаю, сериал по вечерам. Когда все распланировано, все четко, пошагово и так далее. Да, да, да. Именно так. В настоящих путешествиях иногда бывают такие моменты, когда ты просыпаешься с утра, и ты не знаешь, где ты будешь спать ночью. Ты даже не знаешь, в каком городе ты закончишь день. Но это интересно, потому что что-то складывается. Главное, не терять вот это вот связи. С чем? Не знаю. Понимаешь, у меня это была связь через сердце, может быть, с моим высшим я, может быть, с ангелами-хранителями. Но именно в эти моменты ты действительно начинаешь чувствовать, что ты есть часть чего-то большего. Например, если говорить про путешествия автостопом, то, что я тоже очень люблю, и что для меня стала так называемой еще одной духовной практикой. Ты по Европе автостопом путешествовала? Ну да, об этом не все должны знать. Я не говорила об этом родителям. Но я путешествовала в своей жизни автостопом. Здесь тебя жизнь сталкивает лицом к лицу с понятием судьбы. Потому что как работает автостоп? Ты начинаешь путь в одном городе, потом почему-то останавливается определенная машина, она тебя довозит до какого-то определенного места, потом ты продолжаешь свой путь именно от этого места. И вот здесь именно эта грань между свободным выбором и рукой судьбы, она становится очень тонка. Почему оказывается, что ты стоишь именно в 5 часов вечера именно на этой заправке, не где-то еще? Потому что до этого довезла сюда эта машина, а до этого с этого места эта машина. И опять же, у тебя всегда есть выбор, согласиться, чтобы тебя подвезли, или понять, что нет, что-то не то, лучше я дождусь другой машины. И у водителя всегда есть выбор, остановиться или проехать мимо. Вот что толкает водителя именно этого человека остановиться, чтобы тебя довезти именно до этого места? Это непонятно. Действительно, это то, что расширяет сознание каким-то образом. То есть получается, окунаешься в неизвестность и сталкиваешься со своим глубинным страхом, все это проживаешь. Первый вопрос, который мне задают, вот ты, девушка, путешествуешься автостопом, а тебе не страшно ли? Было страшно, да. Как ты этот страх преодолевала? Ты доверялась миру, либо там вооружалась, оружие какое-то ты себе имела? Нет, тут скорее уже идет какой-то действительный отказ от эго. Если тебе удалось, удачное какое-то было у тебя путешествие, да, вот это не потому, что ты такой замечательный, весь из себя и там, я лучше всех. Нет, это потому, что тебе помогают. Потому что мир тебе приносит тех людей, которые готовы тебе помочь. И все. Вот тут очень важно, на самом деле, синхронизировать волю эго и волю чего-то выше, что ведет тебя. Я не вооружалась, особенно психологически, да, прежде всего говорим о психологической защите, но я была, скажем так, начеку всегда. И при этом старалась доверять. И опять же, в эти моменты очень обостряется связь, не знаю, с сердцем, с Высшим Я, с душой собственной. Когда ты начинаешь молиться абстрактному Богу, но не о том, чтобы он там тебе то-то и то-то послал, а просто, чтобы он был с тобой в каждый момент этой жизни, и все. Больше ничего не нужно. Еще благодарность, да. Путешествовать что-то тому, что нужно быть благодарна вообще за все. В рутине дней такого нет, что вот ты просыпаешься, да, как хорошо сегодня мне было где переночевать, как хорошо сегодня мне попались, мне попались такие-то люди, которые меня там довезли, да, или там сегодня, ну да, иногда там даже там могут накормить, да, благодарность, искренне благодарность за все. Потому что иначе не сработает. Даже если эта благодарность не искренняя, да, кроме того, я научилась ждать, да, иногда, когда путешествуешь автостопом, приходится стоять там на одной и той же заправке час-два. Сначала, ладно, 20 минут ждешь, нормально, потом через час уже начинаешь, ну блин, ну когда уже какая-нибудь машина приедет, ну вообще, ну что за фигня, ну я уже вообще опаздываю. Терпение, да, нарабатывается. Вот, а потом ты понимаешь, что вот ты один на один с миром, да, и что вот ты хоть ной, хоть не ной, не поможет. Вообще никак не поможет. Чем ты больше ноешь, тем меньше вероятность, что кто-то остановится. Просто увидит твою там недовольную физиономию. Остается быть благодарным. То есть в буквальном смысле стоишь ты на этой заправке, да, и начинаешь благодарить, не знаю, мир. Ну что, хорошо, что сегодня у меня есть что поесть, да, у меня есть какие-то снеки в кармане. Спасибо за это. Еще не темно, спасибо за это. Я теоретически успеваю, спасибо за это. Погода теплая, нет дождя, спасибо за это. Сегодня меня ждут в таком-то городе, спасибо за это. И так ты набираешь, не знаю, 10-20 причин, чтобы быть благодарным, и на твоем лице появляется улыбка вместо этого вот нытья. И это нытье, оно вытесняется вот этим чувством благодарности, который даже вот по вибрациям значительно выше, чем вот недовольство. И как это сказывается в итоге на дальнейшем путешествии? Ты знаешь, рано или поздно нужная машина приходит. Причем приходит именно какой-то идеальный вариант. И да, опять же, когда ты ждешь слишком долго, неважно, это может быть машина на заправке, это может быть какой-то человек, не знаю, любовь всей жизни, да, или это может быть какое-то идеальное предложение. Ты ждешь, то есть ты что-то делаешь, ну ты не можешь там найти своего предназначения, да, иногда нужно просто выждать. И главное не сдаваться, главное не опускать в руку, да, главное продолжать делать то, что ты делаешь. И рано или поздно... Это общий совет, да, для всех. Да, это вполне, в принципе, применимо даже для жизни в целом, не только для путешествия. Если еще говорить про благодарность и про вот ожидание, да, просто запускаешь программу, что я знаю, что если эта машина не остановилась, значит так оно и надо, потому что придет лучше. То, что является лучшим для меня, уже идет ко мне. И в результате так и получалось. Да, я понимаю, что ты вот эти все уроки, да, которые обрела путешествие, ты их транслируешь и переводишь в реальную жизнь, ну в обычную жизнь, да, в которой мы все живем. Да, да. И тут это тоже работает. Да, я стараюсь. К сожалению, должна признаться, что через какое-то время после путешествия это все забывается, да. И то есть, ну, приходится как-то вот снова и снова генерировать это же чувство, например, благодарности, когда я об этом забываю. Я просто вспоминаю те моменты, когда мне попадались какие-то совершенно удивительные люди, которые мне столько хорошего делали. И после этого хочется быть просто тоже благодарным миру и делать что-то хорошее людям. Не потому, что они именно тебе что-то хорошее делали, а потому, что мир тебе сделал столько добра, что, ну, просто невозможно отвечать ему неравнозначно. Просто для баланса. Вот. И еще можно сказать про благодарность, да. Вот есть какая-то теория, что вот разные чувства, они там по вибрациям, да, они различаются, да. То есть там обида, там страх – это вообще самые низшие вибрации, да, какую-то гордость там тоже. Вот. И самое высокое – это безусловная любовь и благодарность. Причем я могу точно сказать, что я чувствую эту вибрацию благодарности, когда она искренняя, она просто по всему телу разливается. И что чувствовать благодарность, на самом деле, это гораздо проще, чем чувствовать безусловную любовь. Потому что, к сожалению, для многих из нас понятие безусловной любви, ну, это какой-то фантом. Все о ней говорят, но никто ее не видел. Не понятно, а за что, вот, а как так, вот, безусловно, любить кого-то. Вот. А чувствовать благодарность, опять же, это гораздо проще. Это то, с чего следует начинать. Да, благодарна можно быть не только за что-то хорошее, но и за какой-то негативный опыт в том числе. За любого, как так? Можно сказать и так. Если рассматривать все в контексте опыта, в контексте того, что жизнь есть в получении опыта, и что молодость пройдет, красота пройдет, материальные достижения, там, не знаю, деньги, сегодня есть, завтра нет. А что останется-то в итоге? Остается у души, остается опыт. Это то, что мы как бы несем из жизни в жизнь и развиваемся. И с этой точки зрения, конечно, за все нужно быть благодарным. Что ты порекомендуешь людям, которые хотят путешествовать, но, может быть, еще не сделали первый шаг, да, не попробовали? С чего начать? Опять же, нужно определиться, зачем вам это нужно. Какая-то цель должна быть? Конечно. Путешествия, это стали опять каким-то трендом, да, трендом красивой жизни, наряду, не знаю, там, с богатством. Должна быть именно какая-то внутренняя мотивация. Почему мне это нужно? То есть, я могу сказать про свою мотивацию. Мне кажется, я про нее уже поминала в том самом первом интервью. Не так давно я определила для себя одну из самых главных ценностей, да, одно из тех устремлений, которые, в принципе, движут меня по жизни. То, что внутри каждого из нас независимость от национальности, от культурных, религиозных различий, от всего этого. И что-то, то-то общее. У всех есть душа. И она больше, чем вот эти всякие трехмерные заморочки. Когда я путешествую, я словно еще раз про это вспоминаю, и я говорю с людьми об этом, и они тоже видят, что все так. И, конечно же, да, это развитие, собственно. Сколько ты месяцев путешествовала? На самом деле, не так много. Ну, летнее путешествие, оно у меня заняло полтора месяца, да, и плюс у меня там было еще несколько поездок, то есть в результате всего, наверное, ну, месяца два. А скажи, вот сколько вот эти два месяца длились в твоем субъективном восприятии? Хороший вопрос. Да как отдельная жизнь? Да. Как целая жизнь, потому что каждый день был полон каких-то событий, чудес, того, что, в принципе, за гранью обыденности. То есть лет 60, да, так? Наверное, если по опыту, да, полученному, то значительно больше. Еще больше? Ну, значительно больше, чем два месяца точно. Я уже не знаю, потому что я пока что не прожила 60 лет. Кстати, спасибо за то, что ты приехала, потому что в прошлый раз мы снимали в Москве видео, а сейчас ты приехала к нам в Санкт-Петербург, и вот мы здесь снимаем их. Я очень благодарна за то, что вы смогли меня очень гостеприимно принять. Я очень рада, что эти праздники провожу с людьми, которые являются как бы моими единомышленниками. Спасибо. Друзья, спасибо вам за просмотр. С вами был Илья Радзеевич, передача «Тайный визит». Видео выходит каждый день в 7 часов вечера по Москве. Поэтому подписывайтесь, получайте новые видео первыми. Спасибо за просмотр и пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok